Я не знаю, знаете вы об этом или нет, но где-то около 45% боевиков, так называемых, которые стоят по линии разделения с той стороны, это жители Центральной Украины. Это не Донецк. Это жители Центральной Украины, которые туда приехали, которые там сейчас остались, которые там застряли, у них семьи здесь. Как бы у любого конфликта есть свои собственные внутренние законы жизни. Они никак не связаны с политикой, они никак не связаны с конъюнктурой, они никак не связаны даже с той энергетикой, с теми силами, которые в этом конфликте действуют. Они связаны с природой самого конфликта. Это, понимаете, это стихия. И у этой стихии есть как бы свой срок жизни. Вот срок жизни этого конфликта заканчивается. А потом начинаются на самом деле, но они не потом, они сейчас, потом начинаются как бы вещи, которые зависят от людей. То есть это уже не конфликт. Это уже то, что люди делают со своей собственной жизнью. То есть это как минимум 5 уровней конфликта, в котором задействовано огромное количество акторов с самыми разными интересами. Но сам конфликт украинский, только в Украине, и только украинцы могут его решить. Эти внешние акторы, на которых удобно сбросить часть ответственности, они свои задачи решают и уходят. А конфликт все равно остается здесь. Его все равно надо решать. И с этим все равно надо разбираться. Если мы будем подходить к иностранному военному вторжению с мерками гражданского конфликта, мы сроду из этого конфликта не выберемся. Как исторический пример. Тут уже звучало, что, мол, украинцы, граждане Украины, есть в незаконных вооруженных формированиях. Простите, власовскую армию никто не воспринимает как проявление гражданского конфликта. Так коллаборационистское военное образование точно такими же военными образованиями являются и те, кто стоит с той стороны на линии фронта. Это одно. Второе. Фасилитаторы. Да, проблема фасилитатора очень важна. И у нас их очень много. Наши основные фасилитаторы сейчас это работники пенсионных фондов и управления социальной защитой населения. И на них сейчас нужно обратить огромное внимание. Именно они сейчас, через бабушек, дедушек, инвалидов с той стороны, являются основным нашим хвостиком. Хвостиком через линию фронта. Подчеркну, не через линию разграничения, а через линию фронта. И не надо от этой правды никуда уходить. Продолжение следует...